Историю, которую хочу рассказать, впервые услышал еще в детстве от своей тетки. По молодости она любила пугать племянников разными старошилками на ночь, когда мы гостили у нее. Или она приезжала из Тагила в Новосибирск. Конечно, не в совсем жутких вариантах, без кровавых подробностей и сглаживая острые моменты. Мы с братьями слушали ее истории как сказки, хотя, по правде говоря, я в них верил. Про солдата со змеей, про лунатика и еще много чего интересного. А вот ту историю, что сейчас перескажу, уже гораздо позже с удивлением повторно услышал от своего знакомого. Ровесника своей тетки. И то же, как она уроженца рудника имени Третьего Интернационала. Более того, он уверял, что сам был непосредственно свидетелем тех загадочных событий. Сейчас трудно утверждать, но предполагаю, что все происходило где-то на стыке 50-60-х годов XX века. Место событий станция Сандоната на окраине Нижнего Тагила или рудник имени Третьего Интернационала, что одно и то же. Моему знакомому тогда было лет 12-14. С приятелями они любили летом по вечерам, набегавшись за день, прилечь где-нибудь в траве на пригорке у железнодорожного полотна и наблюдать за проходящими поездами. А особенно за пассажирскими. В них за окнами вагонов проносилась иная жизнь. Далекая, незнакомая и манящая. Пацанам из уральской деревенской глубинки вечерние бдения у железки были увлекательным развлечением. Может быть даже более занятным, чем для избалованной нынешней детворы новая игрушка на плейс-стейшне. Часто компанию малолеткам составлял 20-летний переросток Митька. Парень со странностями. Местный дурачок. Хотя особых бзиков с его стороны никто никогда не замечал. Так болтал всякую ерунду. Словно неразумный отрок. Да хихикал постоянно. Зато и прослыл дурачком. Со сверстниками общего языка не находил. Может еще и от того, что водку на дух не переносил. А по характеру был очень компанейский. Вот и терся с подростками. Постоянного места работы Митька не имел. Хотя работящий, не пьющий. Каждый день помогал в погрузке-выгрузке вагонов на станции. Или же на лесопилке бревна с досками укладывал. Пусть на головку и слаб, зато физической силой и выносливости боженька не обидел. Такими вот приработками и жил. Да, наверное, и пенсию какую-никакую от государства получал по своемственной неполноценности. От погибших трагически родителей парню достался маленький домик на краю улицы вдоль железной дороги. Местные ребятишки часто бывали у Митьки дома. В неухоженной избе можно было буянить волю, не боясь чего-нибудь разбить или сломать. Тем самым получив нагоняя от взрослых. Уже и так, как говорится, все разбито и сломано до нас. Но не только вольная вольница привлекла пацанов. Митька ведь еще рисовал здорово. Все стены маленькой избушки были увешаны его рисунками. Причем по рассказу моего знакомого Митькины картины смотрелись весьма и весьма ничего. Не хуже, чем у настоящего художника. А еще дурачок сочинял стихи. И он только нигде не записывал. Зачитает сходу, а потом и сам забудет. Но что-то и запоминал. Потом декларировал по просьбе слушателей. Особенно нравилось женщинам со станции, где он халтурил слышать про любовь. Такие верши иногда Митька выдавал, что бабы плакали. И все выговаривали непутевому парню. Жениться тебе Митька пора. Вишь, какую бородищу отрастила невеста, нет. Не гоже здоровому мужику без жены пропадать. Но Митька серьезных отношений с женским полом сбегал. Вернее, даже побаивался девушек. Да и они его наверняка всерьез не воспринимали. Дурачок он и есть дурачок. А вот и жил он один. Дюжий молодой мужик уже четверть века. А бородища у него впрямь была словно у лешего. Черная и нечесанная торчала во все стороны. Швелюра тоже подстать парикмахерских ножниц не видывала. Глянешь со стороны на Митьку. Черт чертом. Разве что без хвоста и рожек. Даже уши у парня были немного заостренные на концах. Как у... Как у вампира какого-то. Но вопреки такому демоническому внешнему виду, характер у парня был ангельским. Был Митька человек добрый и безобидный. Вот однажды мой знакомый тогда еще пацан с другом и этим Митькой закатным июньским вечерком по своему обычаю глазели на проходящие по рельсам составы. Движуха была не ахти. Через маленькую станцию поезда ходили нечасто. А пассажирские те и вовсе не останавливались. Так лишь ход замедляли, постукивая колесами мимо. Вот когда уже начало темнеть и маленькая компания собралась расходиться по домам, проводив последний поезд, случилось неожиданное. Из хвоста последнего вагона ловко спрыгнула человеческая фигурка. Спрыгнула и замерла на шпалах, присев на корточках. Пацаны с изумлением приостановились, а фигурка медленно распрямилась и стала озираться по сторонам. Когда она повернулась к ним лицом, у мальчишек с Митькой отпали челюсти. Это была женщина. Да к тому же весьма привлекательная на мордашку. Из-за травы на пригорке, где сидели ребята, попрыгунья их не заметила. Стоя между рельсами, напряженно вглядывалась в прилегающие к железке кусты и деревья. Затем, убедившись, что свидетелей ее акробатического прыжка нет, успокоилась. Встряхнув головой, освободила густую копну черных, как смоль волос, и стала стягивать с себя шаровары. В те годы была такая форма женской одежды. Ошарашенные пацаны невольно приподнялись из своего укрытия, чтобы лучше рассмотреть невиданное зрелище. И тут встретились с незнакомкой взглядом. На лице женщины не отразилось никаких эмоций. Лишь глаза показалось сверкнули искрами в сгущающихся сумерках. Она открыла рот, то ли широко улыбнувшись, то ли собираясь что-то выкрикнуть. Парни, замерев, увидели ровный ряд зубов с небольшими клыками, что делало улыбку похожей на звериный оскал. Мой знакомый рассказывал, что страха в первый момент не испытал. К тому же клыки едва чуть больше, чем мы привыкли видеть у людей. Да и в облике женщины не было ничего угрожающего. Но дальше произошло необъяснимое. Странная тетя ловко встала на четвереньки и скачками пустилась прочь по железнодорожной насыпи. А через несколько десятков метров, там где лес почти вплотную примыкал к колье, спрыгнула вниз, пропав за кустарниками и березами. Ошарашенные парни стояли, застыв на месте, не в силах вымолвить слово. Особенно увиденное поразило Митьку. И без того всклокоченные волосы казались вовсе стали дыбом. Бородатая челюсть отпала и никак не закрывалась. Он стоял, глядя выпученными глазами в ту сторону, где скрылась загадочная незнакомка. Опомнившимся пацанам пришлось его энергично трясти несколько минут, чтобы привести в чувство. С того вечера Митьку как подменили. Прежде неуемно болтливый, теперь молодой мужик стал отрешен и молчалив. Ходил погруженный в какие-то мысли, которыми ни с кем не делился. На вопрос отвечал не в попад. И на людях появлялся все реже. Сидел в своей избе, одну за другой рисуя картину, где главным персонажем везде оказывалась красивая женщина с развивающимися черными волосами и сверкающими огнем глазами. Слух о произошедшем тем поздним вечером, конечно, разошелся по небольшому поселку. Но в мальчишьи байки всерьез никто не верил. А лишь некоторые старые бабушки по своему обыкновению шамкали, что скоро жди беды. Смех да и только. Но на этот раз бабули не ошиблись. Началось все с того, что пропала одна из местных жительниц. Ушла в лес за грибами и не вернулась. Справедливости ради надо отметить, что подобные трагические случаи происходили и раньше, но очень редко. Местные с детства знали свои леса. В окрестностях медведь камня, как свои пять пальцев. Да и надобности углубляться за грибами в глухую чащу не было никакой. В те годы, что грибов, что ягод хватало со сбытком. А в окрестностях станции Сандоната они вообще росли под ногами. Пропавшую женщину искали всем поселком, но так и не нашли. Не успели отойти от первой тяжелой потери, как через неделю случилась вторая. На этот раз без следа сгинула молодая девушка, опрометчиво сунувшаяся в лес в одиночку. Народ стал поговорить о волчьей стае и медведях-людоедах. Походы за грибами и ягодами резко сократились. А если совершали лесные вылазки, то лишь компанией. И чем больше, тем лучше. Одному только Митьке все было нипочем. Вопреки общему опасению, он наоборот, пуще прежнего зачистив в лес. Забросил привычную халтурку на станции лесопилки. Что ни день уже поутру с корзиной, а то и без, словно на прогулку отправлялся в пугающую весь остальной рудник чащу. Возвращался уже глубоко под вечер. Усталый, но довольный. После очередной лесной потеряшки Митьку забрали в милицию. Но признательных показаний от придурковатого не добились. Более того, неделю-другую продержав за решеткой, отпустили домой, так как, пока он сидел в заперти, пропала еще одна женщина, которая отстала в лесу от подруг. А вскоре чья-то охотничья собака нашла в лесу человеческую кисть. То, что кисть принадлежала пропавшей последней женщине, определили по кольцу, оставшемуся на пальце. В связи с чем сделали вывод о непричастности человеческого рода к череде трагедий. Исчезновение и гибель несчастных объяснили нападениями зверей, волков или медведя. Поднятые на облавы охотники и егеря отстреляли нескольких хищников. И после вроде все поутихло. Только периодически в домах поселка, расположенных вдоль железнодорожной линии, стали пропадать козы, а иногда и собаки. Но на такие мелочи власти уже не обращали внимания. Главное, люди все живы. А козы и раньше то под поезд угодят, то в лесу заплутав с гидом. Митька после отсидки совсем бирюком стал. То ли обиделся на весь белый свет, то ли побаиваться начал людей. Постоянно в лесу пропадал. А как наступили осенние холода и там стало нечего делать, засел в своей избе и бородатую физиономию почти не показывал. Даже прежде желанных гостей местную ребятню в дом теперь не пускал. Ближе к зиме кто-то из соседей обратил внимание, что уже третий день Митька глядит из своего окна, которое было видно с улицы, не меняя позы. Даже когда ему приветственно машут, никак не реагируют. Заподозрив неладное, зашли в дом и они мили от ужаса. В окно глядел не весь Нитька, а только его оторванная голова, стоявшая на подоконнике. Весь пол в избе залит кровью, и стены с картинами ей же забрызганы. Но тело отсутствовало. При осмотре места трагедии прибывшие оперативники выявили интересные подробности. Все указывало на то, что уже долгое время парень жил в своем обиталище не один. За занавеской в углу были сдвинуты вместе две односпальные кровати. По показаниям бывших ранее в доме ребятишек, прежде Митька обходился всего одной. Повсюду разбросана женская одежда, оставшаяся по всей видимости еще от матери и до того хранившаяся в сундуке. Да и множество других моментов говорили о недавнем присутствии в доме второго человека, скорее всего женщины. Но, к сожалению, начавшееся расследование ни к чему не приводило. А народ в поселке не мог успокоиться. Если уже до такого лесного черта, как Митька, добрался неуловимый убийца, то как спасаться обычным людям? Одни старые бабульки знали точный ответ. Все это дело рук, вернее лап оборотня. Да, именно так с ударением на третьем слоге называли его старушки. Некоторые, особенно древние, даже вспоминали похожие случаи из своего далекого детства. В итоге все кончилось тем, что доведенный до паники бабушкиными страшилками и неизвестностью поселковый лют в одну тихую ночь заколотил в пустующем Митькином доме дверь со ставнями и пустил красного петуха. Старый домишко вспыхнул, как спичка. Когда гудящее пламя охватило все строение, пробравшись внутрь окружившие пожарищи зеваки, вдруг оцепенели от ужаса. Из глубины пылающей избы раздался грохот, перекрывающий треск огня. В доме кто-то отчаянно бился, пытаясь вырваться наружу. А через минуту оттуда раздался такой ужасный рев, что несколько женщин упали в обморок. Надрывавшиеся до того неуемным лаем, поселковые собаки вмиг замолкли, как по команде, забившись по своим конурам. Пожарных вызвали с опозданием. Когда остатки огня потушили, на пепелище торчала лишь черная опеченная труба и пара бревен от стен. А утром, расчищая завалы головешек и пепла, дознаватели обнаружили останки человеческого тела, обуглившегося до неузнаваемости. Даже пол погибшего в огне определить не представлялось возможным. Но одна деталь поразила присутствовавших. В ровном ряду зубов, сохранившихся в закопченной челюсти, как два пика торчали клыки, необычные для нормального человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok